Это итоги недели в студии Юлия Евтушенко. Здравствуйте! А вот заголовки уходящих 7 дней. Виртуальные знакомства, бум предпринимателей и награда номер 1. 124 белорусские удостоены Ордена Матери, чьих руках будущее. Есть единство, есть победа. Бобруйский прошла концерт-акция «Беларусь вперед». Время выбрало нас! Сколько человек присоединились к движению? В торжественной обстановке. На Попово открыт новый участок дороги. Мы продолжим эту работу в городе Бобруйске. Как это было? Юные патриоты. На базе 83-го отдельного инженерно-аэродромного полка прошло открытие военно-патриотического клуба. Я собираюсь участвовать во всей жизнедеятельности нашего клуба. Кто пришел поддержать ребят? Зеленый бренд. Бобруйска «Громаш» отмечает 50-летие. Это люди, которые своим трудом создают готовый продукт. Чем насыщена полувековая история? Поток беженцев, голодные японцы и работа в убыток. Продажи новых авто в ЕС за август сократились почти на 20%. Куда ведет дорога? Александр Лукашенко провел встречу с главами Центра избиркома в стран СНГ. Консультативный совет руководителей избирательных органов государств, участников СНГ, создан недавно. Президент убежден. Это свидетельство значимости, которую страны Содружества придают организации выборов и референдумов, а также совершенствованию избирательного законодательства. Электоральные кампании уже давно перестали быть технической процедурой, как я уже сказал. Это уже откровенно будем говорить поле боя предвыборной и выборной периоды, где главным действующим лицом являются органы Центральной избирательной комиссии и избирательная комиссия вообще. Сегодня выборы – это одно из главных, если не главное, политическое событие в жизни любой страны, особенно у нас. Я думаю, уже пора нам прекращать, уделять такое серьезное внимание, отдавать значение выборам. Обычный должен быть политический процесс, тогда и вам будет легче. Качественная подготовка выборов, прозрачность, честность гарантируют поддержание политической стабильности, сохранение мира и порядка в обществе. В этот период каждое слово из ваших уст очень серьезно воспринимается, и народы наши привыкли верить в то, что говорит председатель Центральной избирательной комиссии и подчиненные ему структуры. Наши оппоненты, как мы знаем, уже, наверное, во всех странах это прочувствовали и почувствовали. Этот электоральный период всегда пытаются использовать в собственных интересах. Качественная подготовка выборов, их прозрачность и честность – гарантия политической стабильности и сохранения мира и порядка в обществе. Александр Лукашенко подчеркнул, выборы должны соответствовать национальному законодательству страны. Важно разрабатывать собственные стандарты. Долгий век, активные предприниматели и информационное ноу-хау. В Беларуси создадут интерактивную карту музеев, учреждений и образования, о чем расскажет виртуальный помощник. Громкие итоги недели далее в специальном обзоре. 124 белорусские удостоены Ордена Матери. Указ подписал Александр Лукашенко. За рождение и воспитание пяти и более детей наградой отмечены работницы разных сфер, промышленных, предприятий и организаций сельскохозяйственной, транспортной, строительной отраслей, а также торговли, связи, БЖД, спорта, здравоохранения, учреждений образования, домохозяйки. В Великом Камне продолжается строительство логистического центра российского маркетплейса, который станет самым крупным хабом в Беларуси. Его общая площадь – 136 тысяч квадратных метров. На базе склада планируется создание порядка пяти-шести тысяч рабочих мест. Его открытие позволит в будущем системно продвигать на рынке товары как отечественного, так и совместного производства. В стране активно развивается предпринимательство, уверяет Белстат. В 23-м количество активных предприятий увеличилось на 2,6% и достигло более 100 тысяч. Наибольшая доля предпринимателей в оптовой и розничной торговле, ремонте автомобилей и мотоциклов. К слову, в Могилевской области насчитывается более 7,5 тысяч предприятий. В Беларуси создадут интерактивную карту музеев, учреждений, образования. В ней будет собрана вся необходимая информация. В один клик можно будет попасть на любую школьную экспозицию, посмотреть актуальные сведения о нем и даже увидеть фотографии. По всей стране насчитывается более 1400 залов памяти, со статусом народного работают 127. Три жителя Беларуси достигли возраста 110 лет, сообщает Минтруда. Число долгожителей в стране продолжает расти. По последним данным, свыше 600 наших соотечественников отметили 100-летний юбилей. К слову, год назад их было 500. В профильном ведомстве отметили, большинство пожилых – женщины. Для удобства и комфорта. В День народного единства по улице Попова открылся новый участок дороги. На торжественные открытия собралось руководство города, депутатский корпус, делегации из городов по братимам, молодежь, местные жители. Право перерезать ленточку предоставили председателям горисполкома и горсовета, а также руководителю предприятия, которое выполняло работы. Ответственный за отрезок пути – ДСУ номер 16. Начало было положено еще в апреле. Более 1200 метров дороги и порядка 6000 квадратных метров плитного тротуара сегодня позволят разгрузить транспортный поток, обеспечить жителей комфортом. А 8 парковок различной вместимости и крытые велогаражи обеспечат чистоту и порядок между частным сектором и многоэтажной застройкой. За качественное выполнение своих обязанностей сотрудники организации были удостоены наград. В канун государственных праздников мы открываем знаковые объекты для наших бобручан. И этот день не стал исключением. Мы открыли новую артерию улицы Попова. Комфорт для жителей этой микрозоны. И мы продолжим эту работу в городе Бобруйске. Открытие таких объектов – традиционное событие в День народного единства. Председатель горисполкома анонсировал благоустройство Ульяновской и Широкой. Работы уже стартовали. К слову, Бобруйск – лидер республиканского осмотра санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов Беларуси. Одна на всех. На неделе в Бобруйске прошла патриотическая акция «Беларусь вперед!» На площадке у Дворца искусств собрались тысячи патриотов. Продолжила праздничный вечер дискотека-диджей в «Зефир-ФМ». В атмосферу народного единства погрузился Роман Костюков. Вечер четверга площадка у Дворца искусств переливается в красно-зеленых цветах. 3000 бобруйчан, настоящих патриотов, собираются вместе на концерт-акцию «Беларусь вперед!» Государственные флаги, растяжки и баннеры, мерч первого, неотъемлемые атрибуты. Городское руководство, трудовые коллективы, общественные объединения, учащиеся и молодые специалисты в атмосфере единства ожидают старта главного события осени. В 17.30 все внимание к сцене. За атмосферу праздника отвечают лучшие творческие коллективы города. Вместе белорусы сохраняют историческую культуру, чтят традиции и строят будущее для каждого гражданина. Я сегодня пришел сюда отдохнуть, погулять после колледжа, встретиться с друзьями. Очень классный праздник, мне все понравилось, очень много патриотической темы, мне такое нравится. День народного единства давно был, поэтому решили всей семьей посетить данное мероприятие. Спорт объединяет, не пропускает праздник именитый далеко за пределами страны пожарный спасатель. Вместе с коллегами Евгений Лось показывает первоклассное мастерство воркаута, которое в том числе порой приходится применять в работе. Подхватывают движения атлетов и юные патриоты. Вместе с тем на сцену стремится главная футбольная команда города Белшина. То количество людей, которое пришло, и та атмосфера, которая сегодня царит здесь, на площади, около Дворца искусств, видя лица, глаза наших ребят, молодых, людей постарше, я могу с уверенностью сказать, что акция удалась. Позади 30 лет белорусской конституционной государственности, столько же институту президентства. Все эти годы белорусский народ сталкивался с трудностями, но всякий раз справлялся и двигался дальше в мире, созидании и единстве. Мы едины, мы сильны, время выбрало нас. На одной волне в 19.30 на той же площадке стартует дискотека диджеев «Зефир-ФМ». Более 5000 человек кружат в танце. Не жалея рук и ног, в обручании отплясывают в ритмах самой сладкой радиостанции страны. Сразу после неба озарил праздничный салют. Роман Костюков, Максим Калинин. Итоги недели. Горячая пора. Горайтопсбыт активно реализует дрова и торфабрикет населению. Цена на топливо по карману каждому владельцу своего дома. Предприятие не только доставит заказ прямо к порогу, но и поможет с распиловкой бревен. Позаботиться о комфорте заранее. Природное твердое топливо пользуется спросом у домовладельцев города. Цены на уровне прошлого года. Куб древесины обойдется в 9 рублей 23 копейки. Тона торфабрикета чуть больше 29. В текущем году были заключены договора с Кличевским лесхозом, Осиповическим, конечно же Бобруйским и Глузским на поставку дров в адрес вашего филиала. За 2024 уже реализовано свыше 1200 тонн торфабрикета и более 4000 кубометров дров. В числе услуг и распил бревен. Причем разделывают их по запросу от 25 до 50 сантиметров. Бобруйска-Громашу 50. Предприятие не просто одно из ведущих в городе. В масштабах Беларуси зеленый бренд, флагман сельхозтехники. Компания уверенно заявляет о себе и на международной арене. Более чем в 50 странах мира. О тех, кто пишет историю Елизавета Липеева. Каждому по заслугам за добросовестный труд, высокий профессионализм в преддверии Дня машиностроителя в связи с 50-летием со дня образования Бобруйска-Громаша директор крупного предприятия лично вручает благодарности коллективу. Среди награжденных порядка 70 человек. Благодарна руководству предприятия, которое обращает внимание на работу всех сотрудников, в том числе и на мою работу, отмечает его заслуженными наградами. Очень люблю свое предприятие, желаю ему успехов, процветания в дальнейшем. Вместе мы становимся лучше. Торжественная церемония продолжается и на сцене Дворца искусств. Здесь радость праздника разделяют почетные гости. Среди них и председатель постоянной комиссии Совета Республики. Мы видим, как это предприятие развивается, как эту продукцию, которую она производит, любят не только в Республике Беларуси, далеко за пределами. И очень хорошая перспектива Бобруйска-Громаша, потому что она нацелена на создание тех машин, которые еще не производятся в нашем государстве, но они очень нужны для сельского хозяйства. Историю предприятия пишут люди. Бобруйска-Громаш – это свыше 1700 квалифицированных специалистов, которые самоотверженно трудятся во благо зеленого бренда. В адрес каждого бесчетное количество слов благодарности от высокопоставленных лиц. Я уже ветеран на заводе работаю, руковожу отделом по механизации автоматизации больше 10 лет. Ну, тоже было неожиданно, награда, конечно. Я на заводе уже работал 38 лет. Вы почувствуете вкусы работы, когда увидите свою машину. Поздравляют огромную команду и дети работников Бобруйска-Громаша, и приглашенные артисты. На сцене бесчетное число белорусских талантов. В зрительном зале «Россыпь улыбок». Хочу поздравить всех с Днем машиностроения и 50-летием образования предприятия. Пожелать всем крепкого здоровья, благополучия, долголетия. Предприятию в общем расти, развиваться, процветать, достигать новых вершин. Незаменимые помощники агрария в дело рук работников Бобруйска-Громаша удерживать лидерство на рынке позволяют и сочетание новейших тенденций передового машиностроения, и высококлассное качество, и доступность цен, и, конечно, преданность любимому делу. Для Бобруйска-Громаша, конечно, я человек новый. Но, я скажу, за этих пять месяцев я прочувствовала всю силу, энергию коллектива, сплоченного, дружного. Это люди, которые своим трудом создают готовый продукт. Люди, которые действительно готовы жертвовать своим временем, силами, для того, чтобы получить результат. Это настоящие люди. Все вместе мы Бобруйск-Громаш. За полвека предприятие прошло тернистый путь. От становления до титула флагмана белорусского машиностроения сегодня «Зеленая техника», а это порядка 150 номинований, работает более чем в 50 странах мира. Наряду со знаком качества красуется и титул надежного делового партнера. Елизавета Липеева, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Долг, честь Отечества. На базе 83-го отдельного инженерно-аэродромного ордена Красной Звезды полка открылся военно-патриотический клуб «Патриот». Волнение на плацу буквально витало в воздухе. В этот день 14 парням и девушкам предстояло произнести торжественную клятву и получить удостоверение воспитанников клуба. Поддержать ребят в таком знаковом событии пришли их родители, представители Бобруйского горисполкома, офицеры и военнослужащие, духовенство и ветеран Великой Отечественной. В адрес юных патриотов прозвучало немало добрых слов поздравления и напутствия. Мы готовим патриотов своей страны, тех людей, которые своим отношением ко многим-многим вещам, к малой родине, к родителям, родным и близким, соседям, к национальной символике, к благоустройству элементам, проявляют правильные отношения, соблюдают некие этические нормы и правила и тем самым укрепляют страну, укрепляют ее духовно, укрепляют ее материально. Я собираюсь участвовать во всей жизнедеятельности нашего клуба, а также я собираюсь поступать на военный факультет нашей Республики Беларусь. Сегодня в Бобруйске насчитывается шесть клубов военно-патриотической направленности. Это движение объединяет более 130 молодых бобруйчан, которые своим примером готовы показать сверстникам качества, достойные настоящего гражданина Беларуси. Экипаж на колесах. Бобруйск посетил республиканский проект «Автопоезд. Беларусь. Молодежь. Профи». 120 парней и девушек путешествуют по всей стране и посещают промышленные предприятия. Что впечатлило участников? Далее. Обмен опытом. Вот уже третий год Республиканский молодежный центр организует инициативу при поддержке Минобра. В этом году участвуют 120 представителей студенческой, научной, творческой и работающей молодежи из Беларуси и России. На бронзированных автобусах они объезжают населенные пункты Синеокой, посещают крупные городообразующие предприятия. «Автопоезд является связывающим звеном нашей молодежи, что именно благодаря таким мероприятиям вся Беларусь сплочается. К нам также прибыли наши друзья с Россией. Благодаря этому у нас плотные связи. Мы познакомились с разными ребятами и дальше планируем общаться и сплочаться еще больше». И посмотреть, и вкусить. В Бобруське участники разделяются на две группы. Одни отправляются на флагман шинного производства – белшину, другие – на сладкую фабрику – красный пищевик. Здесь знакомство с процессом создания зефира и риса мармелада. Инновации, нюансы работы. В адрес экскурсоводов – ворох вопросов. Самая приятная часть экскурсии – дегустация. «Нам почувствовалось попасть на красный пищевик. Это самая вкусная часть нашей экскурсии. Мы очень рады, что мы сюда попали». «Продукция уже знакома заочно. Сегодня довелось побывать на самом предприятии, увидеть, как это все делается». Время – делу. Во второй половине дня автопоезд направляется прямиком к Бобру из Карения. На прилегающей территории участники высаживают белую березу. «Здесь собрана лучшая молодежь нашей страны, которые принимают участие в этом проекте, которые, скажем, заслужили это место. Они были активными, инициативными, и мы хотим поддержать их, скажем, пыл. Поэтому вот эти проекты нужны и в качестве поощрения молодежи, и в качестве показать, что у нас есть очень много предприятий, которые градообразующие, культовые, где зарплата отличная, условия прекрасные. Сколько мы ездим, смотрим, все есть». Каждый год проект проходит по разным хэштегам. Так как 2024 год качества, автопоезд приобретает название «Хэштег Беларусь, молодежь, профи». Впервые у инициативы появляется слоган «Время первых», который приурочен к 30-летию Института президентства. За новым поколением – будущее. Своим примером они доказывают старшему. На них можно положиться. Роман Костюков, Максим Калинин. Итоги недели. Выше облаков, циклон-потрошитель и крупа не по карману. В Японии цены на рис достигли максимального уровня с 1975-го, из-за чего скачет стоимость. Далее громкие заголовки мировых новостей. Число беженцев в Германии достигло самого высокого показателя со времен окончания Второй мировой войны. Сейчас в стране 3,5 миллиона мигрантов. Это на 60 тысяч человек выше, чем в 2023-м. Ранее глава МВД распорядился ввести временные меры контроля на всех сухопутных границах ФРГ для снижения притока беженцев. Сильнейшие ливни стали катастрофой для стран Центральной и Восточной Европы, где под воду ушли целые деревни и городские кварталы. А эвакуировать пострадавших можно лишь с помощью авиации. Стихию, вызванную циклоном Борис, называют наводнением века. На ликвидацию последствий удут годы и миллиарды долларов. Продажи новых автомобилей в ЕС за август сократились почти на 20%. Причина в потерях на ключевых рынках Германии, Франции и Италии. Крупнейшие производители несут серьезные убытки, отрасль продолжает испытывать трудности. Отказываются европейцы в том числе от электрокаров. Спрос на них снижается четвертый месяц подряд. В Японии цены на РИС достигли максимального уровня с 1975-го. Все из-за низкого урожая и высокого потребительского спроса. Стоимость злака увеличилась более чем на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Дефицит товара и скачок цен связаны также и с тем, что многие японцы предпочитают делать запасы риса на случай стихийных бедствий. В Бразилии построят самый высокий жилой небоскреб в мире. Он достигнет 500 метров. В планах начать стройку во второй половине 2025-го. Внутри башни будет размещено 228 квартир, включая четыре двухуровнях пентхауса общей площадью 903 квадратных метра. Такими уходящие семь дней увидели корреспонденты Бобруйск-360 и я, Юлия Евтушенко. Новая неделя, новые итоги. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин